Уважаемые коллеги, добрый день! В эпоху глобальной цифровизации практически невозможно отрицать стремительное развитие искусственного интеллекта, а также его влияние на все сферы жизни. Вместе с тем, использование технологии искусственного интеллекта – это один из современных вызовов для традиционных рынков, поскольку, во-первых, искусственный интеллект в значительной степени их трансформирует, а во-вторых, количество правовых споров, связанных с защитой конфиденциальных данных, интеллектуальной собственности, а также этическим использованием искусственного интеллекта, стремительно растет. Кроме того, при использовании технологий искусственного интеллекта возникает не меньше вопросов, связанных и с нарушениями антимонопольного законодательства. ИФАС уже рассматривала дела и привлекала к ответственности крупных производителей техники и смартфонов, которые координировали экономическую деятельность своих реселлеров, в том числе их розничные цены с применением ценовых алгоритмов. Кроме того, ведомство рассматривало немало дел по факту использования аукционных роботов, которые были заранее запрограммированы на неконкурентное поведение на торгах, а также дел, связанных с антиконкурентными практиками динамического ценообразования на авиабилеты и такси. И все эти нарушения были совершены с использованием технологий искусственного интеллекта. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости дополнительного регулирования использования искусственного интеллекта. Поэтому сегодня мы хотим поднять вопросы о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта, а также перспективах правового регулирования внедрения и использования технологий искусственного интеллекта. Итак, давайте начнем. Стоит отметить, что в России и за рубежом активно формируются правовые основы регулирования использования искусственного интеллекта. Так, например, в Великобритании разработан законопроект о цифровых рынках конкуренции потребителей, а в Китае выпущено положение о борьбе с недобросовестной конкуренцией в интернет-индустрии. В свою очередь, в России развивается система комплексного регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием технологии искусственного интеллекта, включающие в себя нормативно-правовое, нормативно-техническое и этическое регулирование. Так, к примеру, в России утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, а также активно формируется национальная система стандартизации и оценки соответствия в области технологии искусственного интеллекта и робототехники. Нельзя не сказать и о технологических трендах в сфере искусственного интеллекта. Основной из них – развитие и широкое распространение генеративного искусственного интеллекта, отличительной чертой которого является способность создавать нечто новое на основе предоставленной ему информации, будь то текст, изображение, музыка или компьютерный код. Яркий пример генеративного искусственного интеллекта – это ChatGPT4. Ввиду его колоссальных возможностей он все чаще используется в различных отраслях, начиная со сферы банковских услуг и заканчивая медициной. А наиболее востребованным искусственный интеллект является в сфере финтеха и розничной торговли. При этом внедрение искусственного интеллекта в различные бизнес-процессы в некоторых компаниях носит комплексный характер. Так, например, один из крупнейших зарубежных маркетплейсов внедрил искусственный интеллект в процессе выработки персонализированных рекомендаций по продуктам в результате анализа огромных объемов пользовательских данных, автоматизации клиентской поддержки, создания таргетированной рекламы, ценообразования с помощью ценовых алгоритмов и во многие другие процессы. Так все же, искусственный интеллект – это исключительно благо или существуют риски при его использовании, в том числе и антимонопольные? Давайте разберемся. На практике возможны ситуации, при которых технологические гиганты со значительными возможностями искусственного интеллекта могут получать таким образом конкурентные преимущества и начать злоупотреблять своей рыночной властью, нарушая тем самым антимонопольное законодательство. Яркий тому пример – дело Google. В 2017 году Европейская комиссия установила, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке поисковых онлайн-сервисов в 13 странах европейской экономической зоны. Алгоритм Google отдавал предпочтение собственным сервисам по сравнению покупок, выделяя их в специальных полях, в то время как к результатам поиска сервисов конкурентов применялись корректирующие алгоритмы, понижающие их рейтинг в общем поиске. Стоит отметить, что FAS также рассматривала аналогичное дело в отношении компании Яндекс, которая в итоге закончилась заключением мирового соглашения между FAS и Яндексом. Следующий пример – это ценовые алгоритмы, о которых многие слышали. Само по себе использование таких алгоритмов, управляемых искусственным интеллектом, не запрещено, если только оно не приводит к нарушению антимонопольного законодательства, в том числе незаконной координации экономической деятельности. Еще один пример – это фейковые отзывы, для написания которых можно использовать искусственный интеллект. Такие отзывы невозможно отличить от реальных, а ничего не подозревающие потребители им доверяют и могут, полагаясь на эти фейковые отзывы, сделать неправильный выбор при покупке того или иного товара. Полагаю, что в таком случае можно также говорить о потенциальном нарушении запрета на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение или закона о рекламе в зависимости от целей и способов использования таких отзывов. Еще один риск связан с использованием сервисов моделей персонализации на базе искусственного интеллекта, которые, собирая персональные данные, имеют представление о ежедневных покупках человека, передвижениях, разговорах и даже о состоянии здоровья и могут им манипулировать путем направления таргетированной рекламы без его согласия, что также может быть квалифицировано как нарушение закона о рекламе. Отдельное внимание стоит уделить такому способу применения искусственного интеллекта, как дипфейки. Это видеоролики, в которых лицо одного человека подменяется другим при помощи алгоритмов машинного обучения. За последнее время они стали весьма популярны, особенно в сфере рекламы. В настоящий момент на законодательном уровне запрет на использование в рекламе технологии дипфейк отсутствует. Тем не менее, если в результате такой рекламы потребитель вводится в заблуждение и ему предоставляется недостоверная информация, то в данной ситуации можно смело говорить о нарушении рекламного законодательства. Недобросовестное использование технологии дипфейк при определенных обстоятельствах также может быть квалифицировано как недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение. Таким образом, стремительное развитие и использование технологии искусственного интеллекта – это уже наша с вами реальность, которую нельзя игнорировать. При этом, с одной стороны, искусственный интеллект играет важную роль в современном технологическом прогрессе и имеет огромный потенциал для развития в будущем. С другой стороны, использование искусственного интеллекта сопряжено с рисками нарушения действующего законодательства, в том числе и антимонопольного. Как мы видим, значительное количество способов использования искусственного интеллекта потенциально может быть квалифицировано в качестве традиционных составов нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Но в подобных нарушениях есть существенные особенности. Они совершаются новыми способами с применением технологии искусственного интеллекта. Поэтому совершенно очевидно, что дальнейшее развитие антимонопольного законодательства должно происходить с учетом тех вызовов, которые порождает использование технологий искусственного интеллекта. В свою очередь мы будем тщательно следить за тем, как развивается законодательство и практика в данной сфере и рассказывать вам об этом. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за дальнейшими выпусками. До новых встреч!